Снова добрый день, дорогие друзья, с вами программа Живое Слово, и мы продолжаем говорить о притче, разбирать притчу о двух сыновьях. Евангелие от Матфея, 21 глава, 28 стих. Как-то он подошел к одному из них и говорит, сын, пойди, поработай сегодня в винограднике. Не хочу, ответил сын, но потом передумал и все же пошел. Знаете, я хочу обратить наше внимание сегодня в этой программе, вот эти два простых слова. Не хочу. Не хочу. Почему люди произносят такие слова, когда речь заходит о Боге, когда речь заходит о истине, когда речь заходит о Божьей воле? Почему люди говорят простые слова? Не хочу. Знаете, Богом нашего времени, одним из, наверное, главных богов, в кавычках, нашего времени, можно назвать самого человека и его собственное желание, его собственное представление о жизни. Я вам хочу сказать, многие судьбы в Боге, они так и не состоялись. Они так и не смогли реализоваться именно по причине вот этих двух простых слов. Не хочу. Не хочу. Так важно, друзья, чтобы мы с вами понимали, что когда в нашей жизни приходит момент, когда Бог начинает говорить с нами, когда Бог говорит с нами, когда Бог открывает что-то, когда Бог дает какое-то понимание, так важно, чтобы мы с вами не зацепились именно за эти слова, чтобы мы с вами не сделали их опорой, мы не сделали их основанием. Знаете, для многих людей, к сожалению, хочу вам сказать, друзья, основанием их жизни является не Божья воля, а основанием их жизни является то, чего они, выборы, которые они сделали, потому что они чего-то не хотели, потому что им не хотелось то делать или то делать или то. И вот таким образом постепенно в нашей жизни образуется определенная платформа, которая называется «не хочу», и многие люди строят на ней, потом мы плачем и задаем Богу вопрос, за что, почему, почему со мной такое произошло? Друзья, так важно, чтобы мы с вами понимали, когда приходит Бог, единственное правильное слово, которое нужно и необходимо сделать, это тот выбор, который сделала Мария, мать Христа, когда она сказала «да будет мне по слову твоему». Так важно, чтобы мы понимали, что неважно, какая цена или что произойдет, какая будет история правильного выбора, мы должны с вами понимать, что неправильный выбор, выбор основанный на «не хочу», этот выбор, друзья, он будет гораздо более болезненным просто чуточку позже. Делайте правильный выбор и в общении с Богом всегда ориентируйтесь не на то, что хотим мы или что хотите вы, ориентируйтесь на то, чего хочет Бог. Именно это хотел сказать Бог, когда Он говорил, что Отец пришел к Сыну и Он сказал «иди работай на винограднике». Возможно, эти слова о том, чтобы идти и в полуденный зной работать под солнцем на винограднике, где не самое приятное место работать, среди колючих этих вот ветвей, лозы и так далее, возможно, это не было самым приятным местом. Но Отец что-то знал, Отец что-то видел, и именно поэтому Он сказал Сыну. Дальше мы будем разбирать с вами в следующих программах, продолжать разбирать этот стих и эту притчу, и мы разберем, почему же Сын, все-таки сказав «не хочу», затем пошел. Что за этим стоит, как в своей жизни исправить, как в своей жизни об этом говорить или сказать эти слова, исправить такое решение, мы поговорим с вами в следующей программе. А пока я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами завтра.